Друзья, всем привет! Сегодня замечательный день и мне очень хочется поздравить с днём рождения прекрасную женщину, маму, жену, талантливую певицу, заслуженного деятеля культуры Казахстана и просто замечательного и отзывчивого человека с доброй душой. С днём рождения, уважаемая Светлана Ермековна! В этом году Димаш Кудайберген празднует день рождения мамы прямо на фестивале Славянский базар в Витебске. Благо Светлана находится в Беларуси вместе с ним. Да, непростая работа быть мамой всюду, следовать за сыном, поддерживать его в самых серьезных моментах жизни. Самая красивая женщина на земле. Самая лучшая женщина. И будущая женщина. Спасибо. Мы всегда поддерживаем. Ой, сынок, наконец-то достался. Вот так вот Димаш к маме не пробиться даже. Понимаешь, от всей души. Давайте всегда... Вместе со Светланой в Витебске сейчас, конечно же, и её муж Канат Айтбаев. Светлана и Канат праздник посмотрели и прогулялись по городу. Все мы знаем, друзья, что мама Димаша не просто мама. Она и сама прекрасная певица, успешно выступающая на сцене и любимая многими, заслуженный деятель культуры Казахстана. Родилась Светлана 15 июля 1973 года в селе Кенисту, Октюбинской области. Девочка росла веселой, энергичной и инициативной. С раннего возраста помогала старшим, присматривала за младшими детьми. Учась в школе, успела побыть и председателем пионерской дружины, и старостой класса, и консоргом. А любовь к музыке передалась ей от отца. Он играл на дамбре, баяне, гитаре и хорошо пел. Светлана тоже любила петь и уже в школьные годы участвовала в самодеятельности. Неудивительно, что продолжить учёбу она решила в Октабе на музыкальном факультете регионального университета. Ещё во время учёбы студентами была создана первая в Казахстане инструментальная группа. Девушку пригласили петь в ансамбле, который назывался «Жебек». В этой группе выступал и её будущий муж Канат. Окончив институт, Светлана работала по специальности в областной филармонии. Участвовала в творческих конкурсах, частенько занимая призовые места. В 2000 году она стала солисткой камерного хора, а три года спустя солировала уже в оркестре казахских народных инструментов. Со временем она стала всё активнее участвовать в общественной жизни. За вклад в развитие культуры и искусства области получила многочисленные почётные грамоты, а в 2007 стала заслуженным деятелем культуры Казахстана. В 2010 году её назначили художественным руководителем детской студии при областной филармонии, а год спустя на конкурсе присудили титул «Мисс Октабе». Помимо творческой деятельности, Светлана уже несколько лет является депутатом областного меслехата. Светлана – казашка не только по национальности, но и по образу жизни. Она бережно хранит национальные семейные традиции, которые соблюдались в доме её родителей. Певица считает, что сколько бы лет не прошло и как бы не менялся мир вокруг нас, уважение к старшим, забота о младших, любовь к людям остаются вечными ценностями. Светлана Айтбаева и её супруг Канат одним из первых казахских певцов начали выступать на сцене дуэтом. Автором их первых песен был Канат, а в репертуар входили и народные произведения. Пара участвовала в различных музыкальных конкурсах, записала множество композиций. Одна из самых популярных песен в их репертуаре – вальс Астаны. Светлана Айтбаева много гастролирует, причем поездки не ограничиваются родным Казахстаном. Певица – желанный гость во многих уголках мира. Айтбаевы признаны самыми выдающимися певцами современного Казахстана и города Октабе в частности. Помимо концертной деятельности, родители успешно занимаются продюсированием своего сына Димаша. Кроме того, Светлана содействует организации и проведению детских музыкальных конкурсов. Фото юных участников частенько появляются на ее странице в Инстаграме, наряду с семейными фотографиями. С будущим мужем Светлана познакомилась после окончания школы. Он был выпускником того самого института, куда она пришла поступать. Молодые создали семью и уже через два года стали родителями. 24 мая 1994 года Светлана родила первенца, которого назвали Дин Мухаммедом. Но все в семье зовут его Димашем. Теперь под этим именем старший сын Читы Айтбаевых, уже прославившийся в родном Казахстане, покоряет весь мир. Через семь лет появилась дочка, которую назвали Раушан, а в 2007 году семья пополнилась еще одним мальчиком, которому дали имя Абель Мансур. Родители считают, что дети не должны сидеть без дела. Поэтому сыновья и дочь с раннего возраста занимаются в музыкальной школе, ходят в разные кружки, учат английский и китайский языки. Несмотря на то, что жизнь Светланы расписана на месяцы вперед, она, как заботливая мать, всегда находит время, чтобы побыть с детьми. Одним словом, биография Светланы Айтбаевой – это жизненный путь мудрой женщины, талантливой певицы и истинной дочери своего народа. Друзья, всем большой рахмет за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...